Ребята, это просто кайф! Это настоящая кедровая баня в совокупности с дубовым веником это ни с чем не передаваемое чувство Это такой класс! Вы видите, да, что получилось? И получилось замечательно! Ребята, видели бы сейчас меня, как я уезжал с предприятия Приобрел 14 квадратных метров имитации бруса, но я не думал, что это так много Мне казалось, ну, блин, будет там пачка дощечек, а тут, короче, просто полный прицеп вообще инструмента А там у меня еще лежит половая доска и полок до нашей баньки Слушай, шатает ее по-дикому У меня жесткий негабарит Я хотел еще инструменты сейчас загрузиться в гараже, но мне бы главное это довести в цельности и сохранности В общем, ребят, сегодня, я надеюсь, заключительная серия нашего супер-видоса про баню Я очень хотел бы ее уже запустить чтобы у нас было все с вами круто Я буду работать, как всегда А вы, как всегда, смотрите, пишите комментарии, делитесь советами Ставьте лайки В общем, ребятушки, я еду строить И я этому очень рад Бодрости, заряды энергии и поехали! Слушайте, ну, Алтай, это просто какая-то заколдованная субстанция Она не как у всех, я не думаю, что у вас во всей стране такая беда Только что я выезжал, была жара, было просто дико, как жарко и клево Приехал, расположился, разобрал вещи, вон, вынес новый брус Все, и тут, тадам! Здравствуй, Денис, тебе вон подарок Пока дождь не начался, ребятушки, я купил такую штуку И мы сейчас ей обработаем И где же она? А, вот здесь, смотрите Антисептик 5 литров, он для защиты древесины в банях и саунах А 5 таблеток на 5 литров готового раствора Это будет пол, мы это обработаем Потом вот эти лаги, их обработаем Я даже чистить не буду, потому что они идеальные И их не будет видно Поэтому мы просто сейчас обработаем этим антисептиком И будем крутить пол Надеюсь, до дождя мы что-то успеем Потому что внутри хочется поработать сегодня Обрабатываю полу стены Особенно важно законсервировать все торцы Крутим лаги полу с обратной стороны И теперь мы приступаем к самому приятному Чистовой обшивке стены потолка Нашей кедровой спа-капсулы Для этого я напиливаю в размер подготовленную имитацию бруса Друзья, мы заготовили кое-какие заготовочки Так они поэтому и называются заготовки Потому что они заготовочки И поэтому их заготавливают И сейчас мы пойдем их с вами фиксировать Пойдемте Прежде чем начинать, мы должны отстрелять уровень И без этого ну никак нельзя Нам нужно сейчас поставить самый низ Она будет примерно вот так И где-то вот отсюда надо его стрелять О, поакураточку с доски И это будет у нас вверх Тысячный раз скажу Начиная стройку своего дома Советую не экономить на уровне Купите хотя бы самый бюджетный Уверяю, он вас выручит не один раз Демонтирую временные крепления для полка Решил, что позже опущу их чуть ниже Это пожелание моих деток и жены Для крепления имитации мне было предложено Моими знакомыми товарищами Два варианта Это взять вот такие цинковые саморезики И фиксировать на них И второй вариант взять клеймеры Вот, крепление для вагонки с гвоздями Попробуем сначала ими Сейчас поймем Да, с молоточком вышло неловко Под руками оказался только кровельный мегамолот Позже я, конечно же, исправился Нет, надо на гвоздики Только надо молоточек для этого найти Половчая, потому что это что-то дико жесткий Это у меня вообще, по сути, кровельный, кровельный молоток Очень коротко еще поясню по фильтру Главная его задача фильтровать воду, идущую на лейку Не люблю, когда у лейки тропического душа забиваются форсунки Вымеряем отверстия для ПВХ труб И выпиливаем их лобзиком А, ребята, я весь мокрый На меня натекло Но зато я сделал это в лучшем виде Вообще красота Классно же, да? Мне нравится, как вам? Вот фильтру всего два дня Вы поняли, да, какая у нас вода? Прекрасная Фишку поняли, да? Смысл какой, что она нагревается И душик у нас такой уже клевенький Включаешь, он тепленький Но она не успевает нагреться Потому что душем охота пользоваться все время Тут так классно И, ребята, у меня возник вопрос Который я сейчас походу решу И, скорее всего, он будет решен в таком ключе Смотрите, вот тут будет потолочная И она прям закрывает вровень вот эту штуку Скорее всего, я вот здесь делаю отверстие Такое, в которое руку так засовываешь Чук-чук Обработаю его наждачкой Круглая прям Да, и будет нормально По-моему, прикольная штука получается Ну и, конечно же, какая баня без вентиляции Вентиляция должна быть параллельно Идти друг к другу Сделаем одну в районе пола И сделаем одну наверху Этого будет совершенно достаточно Делаем отверстие по центру И по аналогии выпиливаем отверстие под вентиляцию Снаружи капсулы Я настолько увлекся этим проектом Что совсем позабыл о том Что нам нужно до холодов успеть заштукатурить дом И сделать отмостку Главное внимание я уделил хорошей паре И гидроизоляции помещения Поэтому все слабые места и примыкания Проклеивал фольгированным скотчем Друзья мои, в который раз хочу поблагодарить вас За такую активность За ваше участие в судьбе нашего канала За этот месяц в нашу команду Добавилось около 3000 новых зрителей Новых самостройщиков Что не может не порадовать Мы идем верным курсом И я, как и вы, этому очень сильно рад Спасибо вам за поддержку Маскируем наш вент-канал под цвет Постройки Вот именно по тому же самому пути Мы делаем второе отверстие Сейчас надо всю пароизоляцию Зафиксировать, чтобы она была с железом Как сэндвич воедино Но сначала надо проверить Выходит ли сюда труба Ребят, все-таки я принял решение Что оптимальным вариантом Для фиксации имитации бруса Является простой Оцинкованный саморез Если мы сейчас все возьмем в минималочки То мы можем сказать про расширение материалов Про их движение Что он будет увеличиваться Уменьшаться И кляймер Кляймер, правильно? Кляймер давал бы движение влево-вправо А саморез он просто лопнет и не даст Это все теория А на практике же, друзья Все это классно работает И не раз уже это доказано Ребятами, которые этим занимаются давно Но вы используете кляймер, конечно, да Правильно? С кляймером, наверное, лучше Капец, как дольше Но лучше Наверное С кляймером я бы первую только еще подготавливал Пришло время установить опанелку дверей и окон Как еще говорят о косячку Я хочу передать огромный привет Моему преподавателю по начертательной геометрии Пригодились эти знания Спасибо вам большое Кто-то скажет Наконец-то А кто-то с грустью немножечко Может быть даже всплакнет Но сегодня у нас, к сожалению, последняя завершающая серия Этой баней Какие-то плинтуса я уже успел поставить Вот там вы видите с краешков Получилось хорошо Но, как всегда У меня всегда так получается Я делал сначала идеально А потом все это к фигам порчу Потому что что-то мне начинает не нравится Начинаю переделывать И первоначальный вариант ломаю полностью К чему я пришел Просто смотрите Тут три состыковки плинтуса Я запил, делал под 45 А здесь надо было делать такой Стрелочный Я не знаю, как он правильно называется Как стрелка Да и теперь я эти запилы, в общем, сделал Давайте соберем уже нашу конструкцию Начнем мы с установки наших плинтусов Так, это у нас сюда Правильный молоток? Вот такой Вот такой А не тот огромный, которым я колотил вначале Помните? Навожу красоту в нашей капсуле Ну не могу я без позитива Добавили немного юмора в видос На кубиках были информационные таблички Решил их не выбрасывать И как-то обыграть А вы когда-нибудь смешивали виски с колой В масштабе тонна к тонне? На примере вот этой двери Покажу коротенько Весь тот процесс, который вы проделали со всей сауной В каркас, который есть вот на этом видео Установил дерево А в это дерево уже вмонтировал Острудированный пенополистирол Что будет дальше, смотрите по ролику Мне кажется, что такие петли Для такой тяжелой двери будут слишком слабые Поэтому я решил их усилить дополнительно петлями Я, наверное, поставлю еще пару петель вот здесь Стало значительно крепче Срезаем всю лишнюю пену И проклеиваем двустороннюю акриловую ленту Для фиксации пароизоляции Позже мы все это еще протянем фольгированным скотчем Друзья, я обещал, что мы пробежимся с вами по смете Давайте я коротко просто перечислю То, что мы приобрели за это время И установили в нашу постройку Итак, профилированная труба вышла в 5000 рублей Металлопрофиль 11165 ЭППС и минвата 3800 Водоснабжение 3700 Саморезы вышли в 1000 рублей Силикон 800 Пена 750 Спечная труба 1000 Замки 560 рублей Цемент 3700 Краска 750 рублей Пароизоляция 1050 Брусок штакет 280 рублей Скотч 150 Фум лента 100 Водоотведение 450 Саморез кровельный 700 Фурнитура вышла в 3000 рублей Лейка 560 Ну, тазики, мыло и все остальное я даже не считаю В общем, этот замечательный домик нам вышел с вами в 40000 рублей Примерно плюс-минус Не знаю, как вам, но мне очень нравится, как мы сделали этот замечательный домик Доделываем все нюансы Прибиваем уголки, плентуса Мне очень понравилось работать с клееной имитацией бруса Это сращенный сухой материал, который не ведет, не коробит И он по минимуму впитывает влагу Как говорят, кедр личный санаторий Поэтому наша спа-капсула еще и будет оздоравливать Почитайте о свойствах кедра в интернете Вы найдете очень много полезной информации Хочу выразить огромную благодарность тем, кто посоветовал мне покрасить наши баки Это действительно очень помогло И вода стала нагреваться намного быстрее Также говорят, что это поможет от озеленения воды Да и смотрится это вообще на самом деле очень даже здорово Когда я установил таблички на Еврокубы Как-то стало даже богаче смотреться издалека Ребята, это просто кайф Это настоящая кедровая баня В совокупности с дубовым веником Это ни с чем не передаваемое чувство Это просто, просто, просто Это такой класс Вы видите, да, что получилось И получилось замечательно Открою секрет Уже три вечера я ее тестирую и выявляю недостатки Скажу с полной уверенностью Теперь их нет А были такие Обжигал ноги от печки Обложил трубу камнем Проблема ушла Труба душевой нагревала воду до кипятка И можно было ошпариться Утеплил трубу И перенес лейку подальше от полка Не хватало вентиляции Добавил Покрасил еврокубы в шоколад Вода стала чище Спасибо вам за совет Друзья, я очень рад был, что вы сегодня посмотрели это видео Спасибо вам за ваше участие в жизни нашего канала Спасибо за помощь в развитии канала Мы команда Я рад, что вы со мной До скорой встречи в следующем видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok